Добрый вечер, 21.04 в Москве. Это программа «Археология» студии Сергей Медведев. Как всегда, по понедельникам у нас совместный эфир с журналом Forbes. И мой соведущий сегодня, заместитель главного редактора Forbes, Элимар Мортозаев. Здравствуйте. И мы уже понемножку переходим в режим обозрения, обозревания главных событий, самых интересных, знаковых событий уходящего года. И, вы знаете, одно из этих событий относится к сфере науки и технологии, а именно в том, что в этом году американский миллионер, предприниматель южноафриканского происхождения Эллен Маск создал собственную аэрокосмическую станцию SpaceX. Его космический корабль долетел до Международной космической станции и пристыковался к ней. То есть, фактически, началась эра частного освоения космоса. То есть, понимаете, не Соединенные Штаты, не Россия, не Китай, не Евросоюз, не большие государственные программы, межгосударственные программы, а просто частный инвестор не просто уже туристом полетел в космос, а профинансировал собственный космический корабль и, собственно, в каком-то смысле открыл новую эру в развитии космонавтики. Или не открыл. Вот об этом сегодня хотелось бы поговорить. У нас в гостях Андрей Бобицкий, научный обозреватель, колумбнист журнала Forbes. Здравствуйте. Добрый вечер, Андрей. Ну вот расскажите подробнее, что это такое было, в какой степени это знаковое рубежное событие для развития космонавтики. Да, для начала уточню, что SpaceX — это, конечно, не космическая станция, это компания, которую он создал, а создал 10 лет назад, с явной целью заняться частным освоением космоса. И успехи, которые они достигли вот на данный момент за 10 лет, это, собственно, ракета-носитель, собственный космический корабль, который в этом году, который два года назад впервые в истории частной космонавтики вышел на орбиту, и с нее был успешно извлечен, а в этом году впервые успешно пристыковался к Международной космической станции. И эта отдельная важная деталь состоит в том, что это не шоу, не выставочное достижение, а это работа по обеспечению контракта, который компания SpaceX выиграла у NASA, существенного контракта на 1,6 миллиарда долларов, по доставке грузов на МКС, потому что известно, что шатлы летать не летают, наши союзы безбожно дороги, и NASA ищет способы просто... То есть это дешевле союза нашего доставка? Это уж точно им кажется более перспективно, да, конечно. То есть они субконтрактор NASA? Они субконтрактор NASA. Справедливости ради, они людей пока до сих пор возят только русские корабли. Но явно-явно все ждут, что и людей будет возить частная космическая компания. То есть это часть такой революции субконтракторов, то же самое, что мы видим в Ираке, как ведутся боевые действия, там огромное количество было субконтракторов Пентагона, то есть те вещи, которые раньше осуществляли государства, все больше и больше отдаются на свободный рынок. Ну, справедливости ради у государства и даже у русского государства, а у нас и у американского государства в большей степени всегда было много субконтракторов. И, в общем, достижение, конечно, не в том, что они есть, а в том, что они оказываются гораздо успешней, чем сама NASA. И NASA это публично и явно не раз признавало. В частности, официальные лица NASA оценивали бюджет собственной разработки летающей ракеты с летающим космическим кораблем, способным доносить что-то до МКС, на порядок дороже, чем потратил на это Элон Маск. На основе каких... Вот мне интересно, а как, собственно говоря, Маску пришла идея побороться за космос? Ну, во-первых, он довольно эксцентричный человек. Это общее свойство всех людей, а этих людей очень много, которые частным образом пытаются устроить космические корабли. Есть целая плеяда миллионеров, которые это делают в Америке, как правило, заработавших деньги на чем-то другом. Брэнсон, в частности. Помимо Маска, который заработал деньги на платежной системе PayPal и Брэнсона, который заработал деньги на... На Virgin. Да, на зонтичном бренде Virgin. Это Джефф Безос, основатель и крупнейший частный акционер, индивидуальный акционер компании Amazon, самый большой торговец в мировом интернете, который, мало того, что разрабатывает свой корабль, у него есть компания Blue Origin, которая этим занимается и тоже является субконтрактором NASA по каким-то более мелким проектам. Но он еще и купил какое-то невероятное количество гектаров земли в Техасе и построил даже свой космодром. Вот, собственный. Кроме этого, мой любимый еще персонаж, конкурент Безоса, человек, который прославился, создав компьютерный Руквейк. И он тоже, в которую 10 лет назад все играли. Ну что это? Но это пока что рынок эксцентриков? Или это начало все-таки некого коммерческого этапа в освоении космоса? Может быть, отчасти потому, что понемножку сворачивают свои программы государства? Ну тут все сошлось. Я бы не злоупотреблял словом эксцентрик, потому что в финансовом смысле они как раз меньше эксцентрики, чем обычные такие социал-демократические прожектеры. И они считают деньги, они не могут себе позволить заниматься чистой благотворительностью. В частности, поэтому Джефф Безос, который стоит там 20 миллиардов и может много себе позволить, но он тем не менее ищет эти контракты и понимает, что без них как бы никуда не деться. Вот, с одной стороны. С другой стороны, у этих людей, конечно, есть какой-то комплекс демиургов, в том смысле, что... Если бы они за несколько лет создали там бренды, которые знают по всему миру и изменили как-то существенно, если не жизнь, то коммерцию вокруг себя, и поэтому они думают, что они могут вообще больше, чем... Ну да, здесь некая символическая значимость космоса. Есть то, что люди, для них это такая очень сильная символическая инвестиция, помимо прочего. Да. Но вот третье это то, что... Ну, в общем, все давно и много говорят о том, что, собственно, какие-то государственные программы немножко, если не деградируют, то, по крайней мере, они развиваются достаточно быстро. Ну да, и тут приходят... 40 лет назад, вот все обсуждали, чуть больше 40 лет назад люди выселились на Луну, и, в общем, понятно, что сейчас мы не можем этого повторить, по крайней мере, вот... Вот это да, вот об этом мы сейчас поговорим, собственно, о чем мы вообще достигли в космосе за последние 40 лет. Но пока что у нас уже есть звонки, я хочу напомнить, телефон наш в студии 651099,6, код Москвы 495. Вы знаете, тот вопрос, который я хотел бы всем задать, всем поставить, а нужно ли нам тратить средства на космос? Вот прежде всего, государственные средства на космос. Нужно ли нам освоение космоса в той мере, в которой это было нашей мечтой на протяжении последнего полувека? Или вот действительно сейчас это некая такая уже вторичная сфера деятельности, которая идет на откуп таким вот достаточно богатым эксцентриком и новым частным инвесторам? 651099,6. Тимур на линии. Алло, да, добрый день. Добрый вечер, да. Да, я хотел затронуть некоторый технический момент, потому что прозвучал, почему Илон Маск этим решил заняться, и как бы экономической цели его как бы не было. А суть его заключалась в том, что в 60-х годах НАСА практически остановилось в своем технологическом развитии, и до сих пор, например, фюзеляжи своих ракет-носителей практически они вытачивают из цельного куска алюминия. И Илон Маск подошел именно с точки зрения бизнесмена, потому что мы в данный момент, обладая там легкими композитными материалами, можем это сделать значительно лучше и более целесообразно. Именно этот факт позволил ему получить 6 миллионов долларов в качестве цены запуска одного космического аппарата. Понятно, понятно. Против 60 миллионов, которые имела в этот момент НАСА. Понятно. Спасибо. Спасибо вам. Это справедливо, на самом деле. Это скорее не заставило думать о строительстве космической компании, а заставило думать, что это возможно и реально. И, в частности, он вот в недавнем очередном большом интервью говорил, что когда он исследовал возможности строительства ракеты, он посчитал, среди прочего, какую долю в цене готовой ракеты занимают строительные материалы, металлы. И выяснил, что в космической промышленности это где-то 2%. 2% от цены готовой ракеты — это металл, углепластик, что угодно. А в автомобильной, например, промышленности, в которой он тоже имеет отношение, потому что он разрабатывает электрические автомобили, там 20-25% уходит на металл. И, соответственно, эту цифру можно было использовать как меру расточительности космической. Ну да, это в НАСА причем. Можно представить, какая, собственно, норма расточительности, норма вообще откатов и воровства, я предполагаю, в наших космических сферах. В этом я совсем не специалист, но я готов. В этой связи я хотел бы обратить внимание. Посмотрите, в дискуссиях относительно того, надо ли или не надо заниматься космосом все последние годы, защитники этой идеи приводят, как правило, две вещи. Два тезиса. Тезис первый. Космос — это такая лаборатория, в которой отрабатываются и придумываются новые технологии. В качестве доказательств они приводят те открытия, которые были сделаны в 60-е, 50-е, на волне которых были найдены и разработаны многие технологии. Ну а какие, Эльмар? Я только про тефлон знаю, про сковородки. А что космос вообще реально дало по технологиям? Ну говорят, что в достаточно существенной степени, я в этом не глубокий специалист, но то, что я читал, говорит, что это большие достижения в области новых материалов, в существенной степени электроника советская разрабатывалась под космос, под космические программы. Может, я влезу? Да, Андрей. Сейчас, мысль-то была вот в чем. Смотрите, первая мысль, что это такая лаборатория, вторая мысль, что она несет очень важный, очень важный, вносит очень важный взнос в развитие других отраслей экономики, влияет на, я не знаю, начинает картографии, завершая прогнозами погоды и прочее, прочее. Вот я хочу вот ставить, у нас на сайт пишет сейчас Дмитрий. Часто говорят, все остальные проблемы уже решили, вопрос он задает, я отвечу, человечество существует лишь для познания Вселенной. Есть освоение космоса и обслуживание освоения космоса. Все остальные проблемы нужно решать лишь потому, что они мешают изучать Вселенную. Ну, собственно говоря, вот эти оба тезиса и то, что я читаю, у меня всегда возникает один вопрос. То есть оба этих тезисы предполагают, что вопрос бытовые и правильные, на самом деле, вопросы о деньгах, о окупаемости, о прибыли, ставить в этой отрасли как бы нельзя, потому что это священно, это лаборатория. Суда с вопросами о том, когда эти деньги вернутся, для чего они тратятся, их здесь, в этой отрасли, задавать нельзя. Это храм науки. Трогать космос ровно поэтому нельзя. С этой точки зрения того, что рассказывает Андрей, то, что происходит сейчас в США, Безос, Брэнсон, Маск, они же ведь все люди, прекрасно умеющие считать деньги. И это показывает, насколько я понимаю, если что, Андрей меня поправит, что, в принципе, на космосе можно зарабатывать не только получая господряды, а еще для чего-то другого. Или нет? Сейчас. Это две разных немножко вещи вы затронули. Первое состоит в том, что благодаря космосу мы много чего узнали, и с этим сложно спорить. Но оправдал ли он те деньги, которые были в него? Вопрос в том, вот мне кажется, что интересный вопрос, могли бы мы это узнать, не выходя в космос. Потому что одно дело, потому что понятно, что в конечном итоге большая часть науки, которая делается, делается на Земле, а космос — это последний тест, последняя поверхность. Вопрос о opportunity cost с упущенной выгодой. Если бы те миллиарды, которые были затрачены в космос, были бы затрачены, скажем, на какие-нибудь биотехнологии на Земле, генную инженерию, на борьбу с раком, мало ли что. Да, мне кажется, что это некоторое сослагание и слишком уже... Ну да, да. Слишком гипотетическое, потому что мы, в общем-то, знаем, мы дети СССР, мы прекрасно, в общем, понимаем, чем было мотивировано освоение космоса. На каждом панно, на каждом дворце культуры был этот человек со спутником в руке в гермошлеме. Более того, у нас есть масса источников и масса воспоминаний людей, которые занимались освоением космоса в Америке, и они тоже не оставляют особо сомнений в том, что они занимались, что если бы не наш спутник не было бы, что если бы не Гагарин, не было бы Арам Стронга. В том смысле, именно в смысле гонки, именно в смысле мотивации. Это не была мотивация сбежать на Марс, не была мотивация заселить... Интересно, кстати, что Элон Маск-то как раз хочет заселить Марс, хочет туда высаживать оранжерей. Будучи реалистом, он не говорит, мы завтра голубоглазых, золотоволосых людей туда пошлем. Но, по крайней мере, он всерьез обдумывает эти перспективы. Это прямо элита Толстого. Я очень какой-то слышу. Не знаю, да. Но мы можем придумать какую-то другую мотивацию для освоения космоса сейчас, но та старая мотивация была другая. Ну, конечно, это был некий вообще целостный дискурс расширения человечества, да, заселения звезд. Я вспоминаю все эти, я не знаю, те книжки научно-фантастические, на которых я вырос там в 60-е и 70-е годы. Вот, все эти мечты о космосе. Даже, я помню, у нас в школе плакат висел, который отучал молодых людей курить. Вот, и там сидел такой школьник с закружившейся головой, улетала без него ракета, он сидел с сигаретой, и внизу была подпись «Не полетишь». Вот, типа, будешь курить, не полетишь в космос. Вот чем. Ну, может быть, мне не скептика, но одна из замечательных вещей, которые я прочитал в воспоминаниях первых реформаторов, это то, что 84% всех космических программ Советского Союза проходило по военному ведомству. И в этом смысле, конечно же, нам, наверное, не стоит забывать, что и в США, и в Советском Союзе, тем более в этом смысле, это было прежде всего, космос соблюдал прежде всего военные. Прежде всего стратегические. Ну вот, да, вот сейчас к этому вопросу вернемся после перерыва. Добрый вечер, археология «Форбс» сегодня. В студии Сергей Медведев и Эльмар Муртазаев, мой соведущий, замглавного редактора «Форбс». И у нас в гостях Андрей Бабицкий, колумнист «Форбс», пишущий о вопросах науки и техники. Космос мы сегодня обсуждаем. И тот вопрос, который я хочу вам задать, наши дорогие слушатели, «А нужно ли нам освоение космоса?» Вот сейчас, 50 лет спустя, после полета Гагарина, после вот этих вот первых огромных прорывов, после всей этой мечты человечества, оглядываясь на эти 50 лет, на затраченные ресурсы, мы вправе себя спросить, что мы получили, надо ли нам идти вперед, да, и кто за это должен платить. Должен ли за это по-прежнему платить налогоплательщик, или надо искать неких частных инвесторов? Итак, 65, 10, 99 и 6. Нужно ли нам освоение космоса? Вот я, Андрея, хочу спросить. Вот вы этот уже вопрос затронули, вот нам звонивший уже, тоже, по-моему, Андрей, сказал, ракеты-то все делаются по старой технологии, американцы все вытачивают из цельного куска алюминия, там, я не знаю, вот я то, что читал, я не специалист, но то, что я видел, это технологии 50-х, 60-х годов, и все эти союзы, шаттлы, протоны, титаны, это 40-летняя технология. Ну, для начала, я должен сказать, что 40-летние технологии позволили Рамстронгу погулять по Луне, поэтому заведомо плохого в них на самом деле ничего нет. С другой стороны, смущает как бы не технология, а направление движения. И, в общем, сейчас мы, конечно, больше знаем про неудачи космических запусков, чем узнали бы в конце 70-х годов. Нет, ну, а вообще, по большому счету, давайте посмотрим, посчитаем вот так трезво, чего мы за 50 лет достигли. Мы освоили только ближний космос на удалении где-то 1,1 радиуса Земли. Дальше человек практически не летает. Люди в космосе, максимально было 13 человек на МКС. Одно момент. То, что вот в 60-х писали, города мы там заселим, 200 человек, автономное водоснабжение, Луна. 120 миллиардов долларов, пустую. Ну, собственно, Американцы вызвалились на Луне, и что дальше? И 40 лет тишины практически, после этого. Ну, чуть... 60 лет тишины практически, ну, чуть-чуть меньше после этого. Вот я хочу сказать, что, может быть, это какая-то гигантская сфера такого вот, я не знаю, иллюзия, гигантская иллюзия 60-х, и дальше мы закачивали в нее деньги, не очень-то понимая, что мы собираемся получать взамен. Ну, я опять не буду звучать прогрессистом, но мне кажется, что, ну да, люди вообще закачивают много денег в иллюзии, с одной стороны, и потом вполне искренне получают от этого удовольствие. Ну, я думаю, что количество человеческого счастья от того, что Нила Амстронг прогулялся по Луне, а Гагарин слетал, облетел Землю, оно вообще вполне стоило какие-то миллиарды долларов, ну, в силу своей массовости. Ну, да. Вопрос в том, что... И я не могу, не могу никогда в жизни кинуть камнем в человека, который говорит, что это было там не зря, зазря. Я не знаю, я не умею это оценивать. Что мне кажется действительно важным, важным, то, что когда-то, когда-то казалось, и всем казалось, не каким-то пессимистом или оптимистом особым, что это имеет смысл, этот смысл исчез сам по себе, этот смысл гонки вооружений и так далее. Это удивительно же, что освоение космоса в 60-е было гонкой вооружения, освоение космоса сейчас это гонка примирения. Международно-космическая станция, астронавты и космонавты по квотам, цветы в невесомости и так далее. Но оказывается, что это уже не работает таким образом. И оказывается, что нам нужно придумать, чего мы хотим. Нам не как специалистам, не как чиновникам, а просто как гражданам, вот если мы тратим на что-то кучу денег. То есть кризис цели в космосе, кризис цели полагания в каком-то смысле. Ну, конечно. И эти люди, которые создают себе цель искусственным образом. А есть очень-очень-очень странные цели, например. Вот у Маска, я уже упоминал, у него есть одна из его целей, это высадить, значит, заселить жизнью Марс какой-нибудь, попытаться. Но вот основатели Гугла, например, они инвестируют в проект по добыче полезных ископаемых на астероидах. Я сейчас не буду даже обсуждать. Это, в общем-то, выглядит как как минимум далеким будущим, ну, по нашим быстрым меркам далеким. А как максимум, в общем, плажью. Но при этом важно, что у них есть очень конкретная цель. И когда к ним кто-то приходит с новым дизайном ракеты или с новым расчетом цены алюминия, они могут ему сказать, ну ты что, это нас не приближает к нашей цели. А свойство нынешних космических программ, большого их числа, состоит в том, что никто не, не существует никакого субъекта отбора. Никто не может сказать, это нам нужно, это нам не нужно, а это нам зачем-то нужно. Это никогда не выставляется, этот вопрос на референдум. Нет внятной идеологии, которую бы все разделяли хоть сколько-нибудь массовым образом. На самом деле, это абсолютно серая зона, в которой мы финансируем по привычке и ничего не требуем взамен. И это в общем, в общем, это обрекает нас, если не сейчас, то в ближайшем будущем, на кучу неудач. В этом смысле, я снова вернусь к той цифре, которая была в справке, одной из последних справок Советского Союза, про 84% космической программы, проходившей по военным ведомствам, и про 16% по всем остальным. Вы знаете, это некая пропорция, такая для меня, картинка, некой мотивационной части всего освоения космоса. 84%, вот примерно столько же приходилось в этой гонке, космической гонке, приходилось на военной цели, да, то есть Советский Союз и США гнались друг за другом, пытались перегнать, поэтому двигались вперед в этой конкуренции, в этой условной или реальной конкуренции, двигали технологии, открытия, объясняя, по ходу объясняя, что нет-нет, это не только для того, чтобы победить США, это еще для того, чтобы развивать науку, или наоборот, да нет-нет, это не для того, чтобы победить Советский Союз, нам нужно развивать нашу промышленность. И только 16% грубо говоря, уходит на исследования мира, там путешествия Вояджера, исследования колец Сатурна и прочее-прочее. И в этом смысле, я как представитель Форбса, да, я всегда приветствую конкуренцию, появление людей, там, можно говорить, там, слегка, слегка смешных, слегка смешных миллиардеров, но на самом деле очень расчетливых, оно создает ту самую почву для конкуренции. Это поле, в котором мотивация возникает сама по себе. В этом смысле очень важно, что приходят люди с деньгами, с идеями, которые, пусть внешне выглядящими, там, слегка бредово, и так далее. Мне кажется, в их конкуренции, да, в конкуренции сначала за заказы НАСА, потом за получение каких-то новых технологий, родится эта самая мотивация. Андрей. Да, нет, я просто задумался, вы упомянули, что в качестве оправдания и освоения космоса фигурирует наука, но на самом деле тут есть некоторая, действительно, мне кажется, это важная недомолвка, что огромная, мне кажется, подавляющая часть той науки, которая ассоциируется с космосом, делается на самом деле на Земле. И НАСА делает много науки, кроме того, есть там телескоп Хаббл, который, в общем, непонятно является освоением космоса или просто изящным, который, это, в общем, НАСА-вский проект, да, который научным образом очень сильно окупается. И есть Международная космическая станция, которая, можно спорить о том, окупается она или нет, хотя вот многие люди, последний, последний отзыв я читал такого видного физика, известного популяризатора физики, Мичио Каку, который написал книжку «Физика невозможного», который просто считает это пустой тратой научных средств Международную космическую станцию. Но существенно, что на Международную космическую станцию мы потратили 100 миллиардов долларов с 1994 года. Мы это все вместе. Мы это все вместе, из них половину Америка примерно. А Россия сколько примерно здесь затратит? Меньше половины. Но в данном случае важно вот что, что за эти деньги мы могли бы с 1994 года содержать Гарвард. И если ты задумаешься на секунду, у кого больше научных достижений у Гарварда с 1994 года или у МКС, то вопрос как бы перестает существовать. Вот если мы говорим, что это научная инвестиция, то вот вам качество этой научной инвестиции. Это совсем не Гарвард. Это очень высокотехнологическая, очень полезная, может быть, одна лаборатория, летающая вокруг Земли. Здесь это очень интересный вопрос вы ставите, потому что я думаю, что вот эти деньги, что Гарвард, что Международная космическая станция, они возникают на некой среде. То есть вот это эффект Сколкова, проблема Сколкова. Мы можем взять, скажем, 50 миллиардов долларов, мы можем создать русский Гарвард, попытаться назвать его Гарвардом, можем создать Сколково, можем запустить их в космос. Но когда суть в том, что эти деньги, они оторваны от некой институциональной, научной, интеллектуальной среды страны, и они в результате не будут работать. Я здесь уже говорю о российской конкретно проблеме. Это забавная деталь, Сколкова одна из программ про разработки спутника. Вот есть. По запуску спутника. Ну да, но справедливости ради есть там большие, большие области космической биологии, которые сами по себе никак не оторваны от мировой науки. Продолжение. Да, да. Там такой уж науки совсем ради науки, или, то есть, науки совсем ради дальнейшей науки в космосе не очень много. Там скорее разница в том, что это в общем в любом случае даже интеллектуально неконкурентная среда. Хочу напомнить нашим слушателям телефон студийный 65 10 99 6. Зачем нам космос? Какие у нас цели в космосе? Мы, кажется, достигли все то, все те цели, которые ставили, облетели вокруг Земли, слетали на Луну, построили международную космическую станцию. Что теперь? Зачем нам космос и нужен ли нам космос? 65 10 99 6. Ну, раз уж мы заговорили о России, насколько важен вообще для страны эффект присутствия в космосе? Сейчас вот. Это часть нашего национального мифа, национального самосознания. Ну, это, безусловно, часть нашего самосознания, но я вот сейчас я не очень уверен, что было бы лучше, если бы мы читали те новости, которые мы читаем про русское освоение космоса, или если бы этих новостей последний год не было совсем. Потому что, в общем, их не надо искать, они сами на тебя валятся, эти какие-то странные новости. Вот последние, буквально в конце прошлой недели, я читал отличную новость. Я, если можно, я потрачу минуту и расскажу эту историю. Новость очень короткая, что руководитель Росавиации сказал, что оснащение гражданских самолетов агрегатами ГЛОНАСС абсолютно бесполезно и ни для чего в Росавиации не нужно. Да, за ленировать, когда. При том, что существует законодательное обязательство к 2016 году все суда оснастить этими приборами, там, стоить миллион рублей штука. И это же очень характерная в общем деталь из отечественной практики освоения космоса, что сначала мы берем некоторый существующий проект и копируем. Затем, ну, вместо того, чтобы что-нибудь еще. В принципе, в принципе, с точки зрения качества определения координат, лучше больше спутников, чем меньше. То есть, в общем, ГЛОНАСС-ЧПС должен быть лучше, чем просто ГПС. Но для начала мы, конечно, не можем договориться и войти в ГПС на любых условиях. Это, ну, у того есть, конечно, объективные причины. Потом мы пытаемся что-то сделать сами, но еще при этом спутники падают один за другим. И это не мои слова, что программа провалена, а слова Сергея Иванова. Вот. На трех неудачных запусках мы потеряли 2,5 миллиарда рублей вот за последнее время. А причины этих падений, вот я не знаю, по крайней мере, как пресса пишет, что в основном это банальное воровство, что деньги не доходят до самих уже разработчиков и люди отправляют чуть ли не пустые консервные банки в космос. Вы знаете, я недостаточно оптимист, чтобы считать, что проблема только в воровстве. К сожалению, да. Я думаю, что мы просто потеряли школу. Ну, поглядите, если так совсем нацепить очки на нос и заниматься всяким регионизмом, то на программу ГЛОНАСС было выделено больше 100 миллиардов рублей. И в данный момент разработчиков программы обвиняют в нецелевом расходовании 6,5 из них. Но, в общем, масштабный технологический проект имеет какую-то прочность, чтобы с него можно было украсть 7%, и он дальше стоял на ногах. Поэтому, само, это, в общем, почти грань статистической погрешности. А в России, так это ниже грань статистической погрешности. 20% наутруску, там, все дела. Андрей, еще и прав, извините, что перебил, Андрей. Это подразумевает, эта мысль подразумевает, что вот вдруг, представим себе, что это воровство взялось и прекратилось. И что? Вдруг спутники начнут взлетать, все заработает, мы в это верим? Я не знаю, но там есть всякие детали, потому что дьявол, как всегда, в деталях, и детали этой глонассовской программы, они очень говорящие. И та деталь, что тот же Сергей Иванов, когда он рассказывал про воровство в программе, он говорил, что в 2010 году, работая в правительстве, он начал подозревать, что что-то нечисто. И потом два года отлично об этом не помнил, чтобы не мешать расследованию. Или, или очень существенная деталь, которая, собственно, определяет вообще русский порядок вещей, которая состоит в том, что до того, как программа ГЛОНАСС заработала, законодатели уже вовсю разрабатывали репрессивные меры, цель которых была вынудить потребителей так или иначе покупать этот ГЛОНАСС. Покупать ГЛОНАСС. И мы все наблюдали совершенно позорное телевизионное шоу с Евтушенковым из АФК-системы и Путиным, где он ему демонстрировал муляж непонятно чего и говорил, что это отечественный телефон с ГЛОНАСС. И, в общем, они уже опозорились по полной программе, потому что, конечно же, не то, что потребительского устройства у них нет, а у них никакого устройства. Даже опытного образца. Нет, ну, опытный, наверное, у них есть. Опытный можно за такие деньги купить где-то. Но, в общем, это все выглядело настолько неприятным, настолько стыдным фарсом от начала до конца. Вот я говорю в деталях. То есть ты каждый раз видишь, что эти люди не отвечают за результат, что они не вполне искренне в оценках своих успехов, что им, в общем-то, не очень важно, кто сколько украл. И, в общем, понятно, что любой частный инвестор не какой-то гений с силиконовой долины, кремниевой долины, а любой частный инвестор просто не может себе позволить так себя вести. И, в общем, понятно, что вполне частная компания, простите, частное подразделение, частная АФК-система, которая тратила силы на ГЛОНАСС, была не вполне частным инвестором. Надо не обманываться в терминологии. Ну да, практически, да, оно было неким каналом для использования бюджетных средств. И в этом смысле я бы еще обратил внимание, что вот те самые 84% военного, проходящих по военному ведомству, и остальные 16, да, вот в этой мотивации нашей управляющей элиты, она так вот эта пропорция сохранилась, потому что даже сейчас, говоря о развитии космоса, так или иначе, применимо к ГЛОНАССу, применимо к созданию военно-космической группировки, словосочетания какие, да? Да. Военно-космической группировки, одно из направлений перевооружения, стратегический программ перевооружения российской армии, так или иначе, проходит эта самая военная тема. То есть, условно говоря, в этой мотивации подразумевается, что космос является базовым, основополагающим элементом безопасности страны. Вот. Обратите внимание, то есть, грубо говоря, гонка в космосе закончилась, но она не закончилась в головах. Да, вот я тоже слышал, что сейчас космосом управляют практически генералы и менеджеры, но никак не ученые. У нас нет той основы, на которой появятся новые Королевы, новая школа, вот этого всего. Ну, я не знаю, в курсе ли вы, в курсе ли наши слушатели деталей биографии Королева, но говорить, что Королев чем-то управлял, а Королев, а не генералы. Ну, он, да, но он хотя бы мог генерировать некие, так сказать, форматы новые, давать некие предложения. А вот сейчас пойдет ли выпускник МИФИ и Фистеха в космос работать? Ну, кто-то, во-первых, безусловно, пойдет, и в любом случае, я надеюсь, он будет работать не в шарашке. И это, в общем-то, большой прогресс, если не космической техники, то общественно-полистическое устройство. С одной стороны, а с другой стороны, ну, это же вообще сложный вопрос, кто должен отвечать. Вот это вот как раз то, чего избиратель не говорит, молчит избиратель. Ну, да. Напоминаю, наш телефон 651099,6. Нужен ли нам космос? Надо ли нам тратить деньги на освоение космоса? Игорь на линии. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Слышно меня, да? Да, да. Собственно, вот я хотел, да, ответить на вопрос, нужен ли нам космос, а вот в передаче я услышал два тезиса, да? Первый, это то, что это вот вопрос амбиций, да, вот гонка вооружений и так далее. Да. Вторая мысль была по поводу того, что это вот наука в чистом виде. А вот у меня вопрос, а вот, собственно говоря, что это может быть полезно с точки зрения тех же самых полезных ископаемых, допустим, с точки зрения дальнейшей колонизации, там, ну, ближайших, так скажем, планет, там, Титана, Венера, та же самая, вот. А с этой точки зрения, не рассматривается. Понятно, что долгосрочная перспектива, но, тем не менее, то есть это вполне может быть естественным ходом развития дальнейшего. Понятно, спасибо, спасибо, Игорь. Ну, да, насчет колонизации ближайших планет, ну, то, что, да, как раз Гугл пытается разработать полезных ископаемых, насколько это вообще реально все, насколько это просчитано? Ну, пока это даже нельзя назвать венчурными инвестициями. Нет никаких сомнений, для начала, нет никаких сомнений, что в космосе есть вполне нормальные возможности для получения прибыли. Почему просто коммерческие спутники запускают? Есть масса возможностей для этого. Нет никаких сомнений, что в космосе могут быть не очень банальные и не очень хорошо нам известные источники прибыли. Другой вопрос, что источники прибыли, это штука, которую ищут венчурные инвесторы. Ее не ищет НАСА. НАСА не то же или Роскосмос. Они не умеют это делать. А если как только, более того, пока Сергей Брин вкладывает в разработку астероидов, я не очень в них верю, потому что Сергей Брин человек, который думает совсем далеко не только о прибыли. И вкладывает он мало денег в них. Ну да, да. Если пенсионные фонды начнут валить в разработку астероидов, то в этот момент я поверю, что это... Да, представляю я себя. Просто маленькое пояснение единственное. Чтобы наши слушатели понимали, когда НАСА и Роскосмос рискуют своими инвестициями, они рискуют и нашими инвестициями. Ну да, они рискуют нашими... Когда венчурные инвесторы рискуют своими... Они рискуют своими деньгами, не нашими. Это разные вещи. Вот это, конечно, да. В связи с этим я повторяю наш вопрос для служителей. Телефон наш 6510996. Надо ли нам рисковать собственными деньгами, собственными пенсионными деньгами, собственными бюджетами для того, чтобы осваивать космос? Есть ли у нас значимые цели в космосе, чтобы человечество шло туда дальше? От себя еще добавлю, что вы знаете, вот это вот освоение новых астероидов, колонизации, заселения планет. Глядя на то, что человек сделал с планеты Земля, я испытываю некие сомнения по поводу того, что мы сможем достаточно чисто и безопасно освоить космос. Я, например, очень часто даже думаю о космосе, как о некой Антарктиде. Сумелось человечество договориться оставить Антарктиду в покое. Не везут туда ракеты, не копают там полезные ископаемые. Но так есть пять научных станций. Так что вот с мыслью об этом таком, может быть, нам нужно заморозить космос, подобно Антарктиде, я предлагаю сейчас уйти на перерыв. Добрый вечер, археология Форбс в эфире. Сегодня мой соведущий Ельмар Муртазаев, замглавного редактора журнала Форбс. И у нас в гостях Андрей Бабицкий, колумнист Форбс. Говорим мы о космосе. Космос как космическая Одиссея. Последний этап современной Одиссеи, которая начиналась с каравелл Колумба и Магеллана и сейчас заканчивается или продолжается Международной космической станцией. А нужно ли нам вот это вот дальнейшее расширение человечества? Нужно ли нам освоение космоса? Или надо заняться делами Земли? Позвоните нам по телефону 65 10 99 6. Нужно ли нам освоение космоса? И какие у нас там есть цели? 65 10 99 6. Ну вот, собственно, продолжая вот эту вот так сказать философскую вот эту вот линию необходимости освоения космоса. Насколько она является стратегической сейчас? Да, и насколько она является прагматической? Стратегический вообще компонент этого военного соревнования с США и Советского Союза уходит уже? Нет. Стратегический компонент военного соревнования США и Советского Союза уже ушел. Ну да, я имею в виду Россия. Я понимаю, да, Россия и Советского Союза такая. Оговорка по Фрейду. Ну даже и я там боюсь сейчас вызвать какую-нибудь третью мировую войну, не буду говорить. Нет, ну в общем понятно, что, 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 в общем, почему понятно, но в общем понятно, что мы уже не воюем с Америкой. Вот что бы сегодня ни делали депутаты Государственной думы, мы с Америкой не воюем. Это хорошая оговорка, да. И искать оправдание освоению космоса в военной мощи в ситуации, которая происходит с российским оборонзаказом, с российскими госзакупками Министерства обороны и так далее. Ну, довольно смешно, в смысле, что придумаете историю покрасивше. А я хотел, если можно, что мне кажется интересно, вот вы говорили, стоит ли нам заморозить космос и заниматься делами на Земле, что вообще-то эти две идеологии, они же почти одновременно возникли. Вот в самый пик космической лихорадки, там в конце 60-х и начале 70-х, во всем мире возникло еще и движение за то, чтобы беречь землю, накормить всех, а не умереть от голода и так далее. И понятно вообще-то, что это, как говорят американцы, trade-off, что невозможность делать и то, и другое одинаково эффективна. И это два очень разных вообще подхода к тому, что мы как люди должны, либо мы должны найти новые фронтиры, освоить их, оставить следы на пыльных дорожках далеких планет, либо мы должны сделать так, чтобы вот те 7 миллиардов, которые тут живут на этом шарике, жили хорошо и как бы ничего не загадили. Ну вот да, здесь Андрей вот это очень хорошо, эту позицию зафиксировал. Сейчас мы вернемся к его рассуждениям по этому поводу. Хочу здесь сейчас обратиться к нашим слушателям. Вот действительно, нужно ли нам вот эта позиция, которая была сформулирована уже в начале 70-х годов, нужно ли нам жертвовать нашими какими-то домашними делами, улучшением жизни на Земле, ради того, чтобы продвигать проекты в космосе? Максим на линии. Да, здравствуйте. По поводу космоса хотелось бы начать с постановки вопроса. Кажется, она слишком обывательская и расплывчатая, как следствие. Потому что кому нам нужен этот космос, ну, в принципе, конечно, следует из ваших речей. Но все-таки хотелось бы поконкретнее, потому что человечество в целом, там, и российский там бюджет, который на это расходуется, ну, слишком разные вещи. Вот. А с другой стороны, космос нам, если там про Россию говорить, он принципиально важен и нужен, потому что он уже имеет смысл каждый день в нашей жизни. В каком виде? В плане телематики, погоды. Погоды, вот эти, да, спутники. Связи, ну, коммуникации и так далее. Никуда от этого не денешься. Нет, но эта инфраструктура работает, мы ее обеспечиваем, это понятно. Там спутники погоды, спутники связи, спутники GPS, это ясно. Вот, речь идет о больших проектах, о которых мы говорили. Освоение Марса, добыча полезных ископаемых на дальних астероидах, выход за пределы Солнечной системы. Нужно ли нам людей в космосе держать? Вот большой тоже вопрос. Можно же обойтись роботами. Это проект подразумевает логистику как минимум. То есть вопрос доставки туда и обратно, это важная штука. То есть уметь запускать эффективно, дешево и так далее, максимально возможные грузы, это принципиально важно и возможно развивать эти вещи только когда есть этот трафик. Понимаете? Вот. Соответственно, что и на какие расстояния, это уже вопрос частности, спроса и так далее. То есть те люди, которые говорят там про добычу ископаемых на астероидах, они в первую очередь будут озабочены, как туда отправить оборудование и как обратно доставить этот груз. Ну вот я единственное не согласился. Мне кажется, что, смотрите, мы же говорим о том, что есть необходимость в снижении стоимости и так далее, и так далее. Но мне кажется, эти вопросы возникают тогда, когда есть та самая конкуренция, тогда, когда есть соревнования. Насколько я понимаю, и это касается не только России, но и других стран, мотивация государственных служб, мотивация государственных органов, которые реализуют эти вещи, реализуют космические программы, бывает совсем другое. То есть, грубо говоря, я не удивлюсь, если Роскосмоса выгоднее завышать стоимость услуг. Это предположение. Ну да. Прежде чем Андрея ответить, давайте еще один вопрос. Возьмем от нашего слушателя Святослав на линии. Слушаем вас. Ну у меня, собственно, не вопрос. Комментарий. Да, комментарий. Я, в общем... Радио выключите, если вы слушаете там, а то фонет. Да, хорошо. Я согласен с предыдущим слушателем, но хочу добавить, что, значит, вот мне кажется, что наше присутствие в космосе чисто прагматически должно состоять из двух пунктов. Это обеспечение своей обороноспособности. Другой пункт – это обеспечение нормальной связи и, там, телефонизации нашей огромной страны. А на вопрос, нужно ли нам осваивать Марс, Юпитер и так далее, кому дальше что фантазия подскажет, мне кажется, что нам полезнее освоить Сибирь и Дальний Восток. Ну, это понятно. Подождите, а телефонизация как? Вы предлагаете на спутниковые телефоны всем вручить, что ли? Не дороговато ли? Ну, я имею в виду в общем. То есть, космос должен служить таким сугубо прикладным целям. Ну, понятно. Как чулак. Понятно. Да, да. Ну, может быть. Спасибо. Я согласен, что освоение космоса и ословение Сибири – это задачи примерно одинаковые по сложности. 65, 10, 99, 6. Нужно ли нам освоение космоса? И какие у нас цели в космосе сейчас есть в 2013, уже почти году, 21 века? 65, 10, 99, 6. Ну, вот. Ну, собственно, вот последний вопрос, который вот хотелось бы обсудить. Какие в будущем у человечества… Сейчас сформулированы какие-то долгосрочные цели, долгосрочные программы у американцев? У них что сейчас, Марс? Уф, ну, вообще можно считать, что МКС – это долгосрочная программа, вот ее будут финансировать до 2020 года. То есть, дальше МКС большого стратегического планирования нет? Ни у Евросоюза, ни у Китая, ни у американцев? Ну, а в внятном виде нет, хотя есть обещания высоких политических всяких деятелей. И, ну, нет, это само в себе не хорошо, не плохо. На самом деле, мы можем, на самом деле, сколько угодно спорить о том, что лучше. Я на такой хочу патриотически-оптимистической ноте. Так вот, я хочу сказать, что, конечно же, одно из свойств человека, в смысле человеческого разума и человеческих привычек, состоит в том, что, конечно, ни один человек не будет до конца доволен, если все, о чем мы будем говорить, это всех накормить и напоить. Это, с одной стороны, беда человечества, а, с другой стороны, это какое-то настолько человеческое свойство, что от него нельзя отказаться. И поэтому, конечно, мы все равно через «не хочу» как-то будем вылезать в космос, и, конечно, мы все будем прилипать к телевизору, если кто-нибудь когда-нибудь, фу-тьфу, полетит на Марс. Единственное, что, конечно, с другой стороны, мне бы хотелось, чтобы это происходило не по каналам и не через менеджеров «Роскосмоса», и что, если у нас есть такая политическая воля, то давайте найдем хотя бы в себе силы и смелости сказать, что как-то эти люди не очень нас устраивают. Вот взять этот бюджет и выставить его точно так же, как это и надо сделать, на тендер или на приз первому человеку, который прилетит до луны. Единственное, он, может быть, будет не русский. Какая разница? Он пройдет по луне. Да, да, распорядиться. Потому что, действительно, здесь, конечно, огромная проблема между нами и космосом. Стоит огромная бюрократическая структура, от которой мы слышим в последний год все эти сведения о драках, которые там есть. То есть это какая-то там гламурная пресс-секретарь, которая все это дело презентует. То есть какая-то либо катастрофа у нас в космосе происходит, либо какая-то скандальная хроника. Роскосмос — вполне земная структура, да. Ну да, но это даже как бы странно обсуждать. Это такой русский институт, который явно эволюционировал примерно в ту же сторону за последние 20 лет, что... И все остальные. Что и все другие институты. То есть было бы даже странно, учитывая, что они не вполне самостоятельны, если бы они как-то сохранили трезвость рассудка и скромность в поведении за это время. Ну да, но здесь Андрей действительно очень важную вещь говорит в том, что у человечества вообще как такового сейчас действительно, мне кажется, наступает кризис цели. Кризис цели полагания. Наступает то, что вот мы называем постгероическая эпоха. И хочется каких-то, я не знаю, больших проектов мотивационных. Как говорят англичане, when there is a will, there is a way, да. Если будет воля, то найдется и способ ее исполнить, найдутся и ресурсы, найдутся и новые, там, я не знаю, королевы и инженеры и гагарины. То есть какое-то может выбросить наше общество из вот этой спячки, в которой мы находимся. Ну не только наше общество, вообще в мире. То есть какую-то значимую цель. Потому что если сравнить нашу эпоху с теми же 60-ми и вот этот вот технократический оптимизм, который тогда был, вот этот всплеск научной фантастики и то, что у людей была мечта. Это, конечно, очень большая разница. И это говорит о некой такой утрате пассионарности западной цивилизации. Ну это еще, я думаю, то, что мы видим с кризиса идеи космоса, это кризис идеи прогресса, конечно. Но мне кажется, что смешно, что я сейчас только что услышал двух людей, которые мотивируют свой интерес к прогрессу традиции. Как можно в традиции черпать стимул для прогресса? Ну Россия, по-моему, сейчас так и живет в основном. Наше, так сказать, основное целеполагание находится в прошлом. Мы вспоминаем о том, какие великие мы были, как нас в одном случае все боялись, в другом случае уважали. Какой у нас был хоккей, какой космос. Если свести мою позицию к одной фразе, то она примерно состоит в том, что ностальгия по 60-м годам это очень плохой двигатель прогресса. Хороший, да, для ракеты очень хорошо звучит, да-да-да. И для ракеты прогресс в том числе. В России тоже сейчас, да? Дальше в России вообще никакой же сейчас программы у Роскосмоса, нет стратегической... У Роскосмоса много программ, нет. Но значимые цели, которые можно сформулировать в некоторых словах, кроме МКС. Нет, МКС это тоже не цель. МКС это средство, как известно. Ну, в смысле, поддержание существования. Вот. А цели... Цели ее, может быть, и раньше не было, вот. Но все ее понимали. Беда-то не в том, что есть она написанная в федеральной программе больше ада или нет. А проблема в том, понимают ли все, в чем состоит эта цель или нет. А так мы в подвешенном состоянии, мы даже не знаем, о чем спорить. Вы знаете, еще такой вопрос в оставшиеся минуты. И еще раз напомню, телефон наш студийный 651099,6. Нужно ли нам осваивать космос? Зачем нам осваивать космос? Какие у нас цели в космосе? Последний вопрос. Человек в космосе. Вот я пытался уже поднять с одним из наших звонивших. Вот мне интересно мнение Андрея по этому поводу. Ну, смотрите, ведь сейчас идет массовая роботизация, да, уже там мы прилетаем в международный аэропорт, и нас возят роботы. Вот эти поезда между терминалами. Вот, в Марианскую впадину мы не посылаем человека. Там тоже безумно интересные исследования на дне морском. Сверхвысокое давление, новые формы жизни, роботы там. Может быть, нам и роботами можно обойтись в космосе? Нет, если мы хотим в космосе делать какую-то полезную работу, то конечно. Но понятно, что все люди в космосе, 90% людей в космосе, уже в следующем или после следующем году, это будут не работяги, а туристы. И, в общем-то, это не космосу нужен человек, это человеку нужен космос. Я, простите, у меня есть минута еще. Да, да, да. Я однажды, давно, довольно лет пять назад, мне довелось разговаривать, пить чай с астронавтом, который вернулся с МКС. Его звали, зовут, слава богу, Майкл Финке. Вот, и я его спросил, а что вы там делали полгода? Ну, кроме, кроме вот опытов. И он говорит, вы знаете, я фотографировал Землю. Потом сделал такую паузу и сказал, за полгода я сделал 24 тысячи снимков. Ну, человеку никогда никто, никакой человек не откажется от возможности посмотреть на Землю с орбиты. И это как раз очень понятная цель, и источник прибыли, и цель. И это настолько очевидно, что даже чего это обсуждать. Конечно, как только я заработаю 100 тысяч долларов, я полечу смотреть на небо сверху. Хотели бы, да, слетать? Это вообще не вопрос. А сколько сейчас стоит такой воежд? Ну, сейчас еще нет постоянных рейсов. Ну, примерно. В 2013 году две компании полетят, и, соответственно... Какая стоимость? Ну, вот самое минимальное, что есть в пресс-курантах, это 100 тысяч. Но вот Virgin, который полетит в следующем году, кажется, берет больше. А 100 тысяч это за что? Это один оборот? Да, 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 да. Это один оборот. Ну, это то, что Гагарин сделал, грубо говоря. Нет. Гагарин пролетел полностью. А, полностью. А, то есть это просто выход в стратосферу и... Ну, сколько там, 35 километров где-нибудь? Это у разных по-разному, нет, обычно больше. Но неважно. Суть в том, что ты не делаешь полного... А полный оборот, как эти космические туристы летали, это сколько стоит? Ну, вот я не буду врать. Сто сотни тысяч долларов. Я не буду врать. До миллиона долларов. Не слежу. Нет, сильно меньше, да. Сильно меньше. Я не буду врать, не потому что я не слежу, это просто везде известно. Можно легко посмотреть. Ну, понятно. Ну, что ж. Готовьте деньги. Новый год на носу. Если у вас есть несколько сотен тысяч долларов, хотя бы сто тысяч долларов, может быть, вы можете исполнить свою детскую мечту и слетать в супербитальный полет. Или, если больше, облететь землю подобно Гагарину. Это была археология Forbes. Сергей Медведев, Эльмар Муртазаев. Доброй ночи и удачи. Продолжение следует.